Всем доброе утро, девочки мои! Я проснулась. Проснулась сегодня пораньше. Так просто получилось, что я проснулась, вспомнила, что сегодня суббота, сегодня Настя будет у меня. Настю на тренировку надо будет отвезти. После тренировки она тоже будет у меня. И будет она не одна с котиком. В общем, короче говоря, сегодня у меня день посещений, я так понимаю. И поэтому я решила уже проснуться. Ну, как я проснулась, ну не стала дальше ложиться спать, потому что думаю, надо же пропылесосить, надо пулики помыть. И подумать о том, что приготовить там что-то, покушать. Но я не буду сильно сегодня готовить особо. В общем, короче говоря, я вчера была занята весь день. Я вчера досняла аж видео, там вот этот Фаберлик, села монтировать предыдущее видео. Как обычно, я люблю это делать ранним утром, когда тишина вокруг, никто не мешает. И пока я вчера монтировала одно видео и досняла другое, и сын позвонил, мне сказал, что вот так и так. И я решила уже второе видео тоже смонтировать вечерком, чтобы уже не откладывать на утро. Поэтому сегодняшнее утро у меня свободное. Сегодня, ну вот, буду я снимать. И, в общем-то, буду сегодня. У меня сегодня куча каких-то задумок, каких-то дел. Сейчас уже не вспомню, ну и не надо. Короче говоря, уже соседка приходила, мы с ней кофе попили. Сейчас она на работу собирается и уходит. А я сейчас хочу пропылесосить. Я, в общем-то, дождалась времени, когда уже можно включать пылесос. Но при том, что он у меня тихий, работает тихо. И, в общем-то, сейчас полики протру немножко. Пошуршу, короче говоря, чуть-чуть по дому. Приведу все в порядок. И, в общем, буду дожидаться Настю. Ну и посмотрим, что будет дальше, да. Все, девочки, убрала, пропылесосила, пыль повытирала. Все, полики протерла, чистота, вещи все порасовала. Так, дальше что? Дальше сейчас кофейка еще хлебану. И покушать я хочу что-нибудь сообразить. Но я вчера в магазин не ходила, ничего не покупала. Поэтому будем по сусекам скрести. У меня есть белорусские котлетки. Помните, я покупала их в морозилку, положила замороженные. И мне уже не терпится их попробовать. Белорусскую продукцию дочка моя хвалит. Я, правда, не посмотрела там производитель, надо будет посмотреть. Но, в любом случае, в общем, я хочу эти котлетки пожарить и сварить макарошки. Ну и какой-нибудь салатик, посмотрим там, что там есть у меня. Соление есть, если что. В общем, короче говоря, сейчас что-нибудь соображу покушать. И все, в принципе, можно все отдыхать, можно ждать уже Настюху. Вот они котлетки, которые я покупала. Сейчас хочу пожарить. Но их тут 8 штук. Я пожарю 4 пока половину, там, по 2 упаковки, по 4 штуки. Вот. Ну и посмотрела производитель Санкт-Петербург, но состав вроде хороший. И вот эти макарошки я сейчас сварю. Водичку уже поставила на них. Решила котлетки сварить все. И, кстати говоря, очень вкусно пахнут. Даже неожиданно для меня. Так, я их перевернула, пусть они там пропариваются. Макарошки уже сварила, с маслечком сливочным сделала. А что у нас на улице тем временем происходит? А у нас там пасмурно, плюс 5 градусов на градуснике. И, в общем-то, небольшой ветер. Хотя, соседка сказала, что там будут сегодня порывы вроде как сильные. Сыро дождик утречком прошел. Да, и днем еще тоже будет дождик. Ну, ничего так. Вот, видит весной все-таки, да? Плюсовая температура дает о себе знать. Классно. Девочки, сейчас читала комментарии, и одна подписчица мне пишет. Вы этим чистым городом заинтриговали. Пожалуйста, напишите, ну, потом снимите, что вам ответили. Да, мне пришло письмо ответное. Сейчас я вам его покажу, что мне ответили. Вот такое вот пришло мне письмо группа компании «Чистый город». Пришло это письмо мне буквально, ну, в пятницу, да? Да, в пятницу пришло оно где-то уже к вечеру. У меня компьютер был занят, я его не могла прочесть. В общем, мне тут предлагают сделать звонок. Значит, читаю. Региональным операторам было принято во внимание ваше обращение. Фактов, подтверждающих подобные случаи, ранее выявлено не было. Специалистами ООО ГК «Чистый город» Будин проведет анализ деятельности сотрудников. В случае подтверждения информации будут приняты необходимые меры. Так, заместитель исполнительного директора, директор по инвестициям, развитию. И внизу вот здесь вот телефон, и в письме было написано. В общем, если что, позвоните на этот номер. 8-961-431-55-47. Вот, но я еще пока что не звонила, потому что в пятницу вечером было уже поздно звонить, сейчас выходные. И я думаю, что, наверное, после выходных сразу я позвоню. И мне интересно все-таки уточнить. Но что интересно тут написано, значит, будет проведен анализ деятельности сотрудников. В случае подтверждения информации будут приняты необходимые меры. А как они собираются подтвердить эту информацию? Будут допрашивать водителя, который скажет, нет, нет, я этого не делал. Вот, ну, в любом случае, мне просто будет интересно позвонить по этому номеру и узнать, что же все-таки приняли какие-то меры или не приняли. Ну, с другой стороны, можно не звонить, просто подождать, будут ли опять они здесь перегружать мусор или не будут. Вот, ну, мне, в принципе, мне все равно там, да. Мне хочется вообще написать, что поговорите с водителем, пусть найдет другое место. Все. Главное, чтобы их здесь не было. Ну, вообще, отреагировали быстро, потому что я им письмо написала 9-го. Ответное письмо мне пришло уже через день 11-го, да. Вот. Ну, хорошо, молодцы, что реагируют. Главное, чтобы просто уже не приезжали сюда вот этим заниматься безобразием. Пусть занимаются в другом месте, в общем-то, и весь разговор, да. Мне-то все равно, что они там колымят, подрабатывают. Зачем они это делают здесь у нас, вот в нашем дворе. Самый лучший двор нашли. Вот. Ну и все, о мусоре все. Я ответила на ваш вопрос. Продолжаю шуршать. Решила сеточку сюда поставить. А то придет котик, вдруг захочется мне открыть, проветрить. Чтобы он туда не выскользнул, в окошко. Переживаю. Так, я продолжаю уборку. Сейчас чайничек помыла. И микроволновочку помою сейчас. Ну вот и все. Чисто, чисто. Пять минут затраты времени. И больше ничего. Очень быстро помогает вот это очищать. Средства для духовок и плит. От Фаберлик. Все, девочки. Все дела поделала. Решила я достать одну вот такую вот картинку, которую я брала в фикс прайсе. Картина из пайеток. Вот такая картонка. Очень цветная, симпатичная. Ну и тут нарисовано, где пайетки эти лепить. Вот такая вот штука есть. Она с обратной стороны бумажечку снимаешь. И там вот такие вот липкие квадратики. И вот эти четыре цвета пайеток надо будет на квадратики, наверное, наклеивать. И сюда. Ну как-то так, я думаю. Почитала я инструкцию. В общем, вот этот скотч, он двухсторонний. С одной стороны бумага и с другой стороны бумага. И в общем, надо будет вот эти квадратики наклеить сначала сюда. А потом уже сверху пайетки по цветам все это делать. Я, честно говоря, не знаю, захочет ли Настя сегодня этим заниматься. Может быть, ей будет сегодня не до этого. Но в любом случае, я ей покажу, что у меня тут есть. Захочет, пусть позанимается. Не, значит, в другой раз. Так, Настюля ко мне пришла уже. Пришла она одна. Я ей Wi-Fi подключила. У нее свой телефон есть. Она там YouTube смотрит. Давай причешемся и косичку тебе заплетем. Хорошо. Всем привет! Молодец, поздоровалась. Сейчас мне баба, когда я пришла, мне бабушка подарила вот такого вот розовенького и миленького мишку. И я ее назвала... Как? Розочка, потому что она розовенькая. И у нее вот этот бантик. И она такая маленькая такая. Ну, ладно. В конце я вам еще раз ее покажу и обязательно попрощаюсь. Ну, мы еще с тобой попрощаемся аж, наверное, потом уже, не знаю, когда. Потому что я тебя на тренировку отведу. Потом после тренировки какое-то время Настя у меня будет. Вот, кстати говоря, те, кто мне... Вот одна у меня подписчица написала, что... Я говорю, что нельзя заранее ничего говорить, да? И вот когда я сегодня утром сказала, что Настя придет с котом, у меня тогда сразу же щелкнуло в голове, что... Что-то может не получиться с котом, и, может быть, кот не придет с Настей. Мне написала одна подписчица, что это ваши предрассудки, что вот это вот ваша примета, это, в общем, вы там настраиваетесь, сомнения, не сомнения. Вот ни на что не настраивалась. Придет кот, не придет кот. Мне все равно как-то, да? Но вот только я сказала, что кот придет, и вот сложились такие обстоятельства, что кот не пришел. Но, может быть, придет позже. А сейчас мы с Настюшкой, вот я ей показала вот эту картинку. Я говорю, давай мы с тобой стразики вот эти вот налепим. Я тебе покажу, как их делать, а ты будешь лепить уже сама. Вам вот сейчас не видно. А вот так вам видно, что это фея, которая с цветочками из солнца светит. Цветочная фея. А вот так бабушка показала, и не видно. Цветочная фея, да? Нет, это не цветочная. Это дзынь. Она в мультике таком снимается, только она не цветочная фея, точно. Сначала была просто волшебная фея, потом она стала какой-то феей листиков, мне кажется. А потом уже не знаю. Ну, тут вот написано Дисней феи. Вот, видите, написано Дисней феи. Вот, поэтому я сказала, что это фея. Какая фея, я не знаю. Так, одеваем очки. Значит, с левого верхнего угла начнем. Тут у нас беленькие стразики, да? Я уже почитала инструкцию. Там написано, нужно вот эти вот штучки, такие маленькие квадратики. Они тут с двух сторон бумага у них. Раз и два. Вот. И вот эти маленькие квадратики, вот, видишь, они снимаются? Их надо наклеить. А лучше их, знаешь, как, наверное, просто наклеить, а потом снять бумажечку. Вот, точно. Так будет удобнее делаться. Ну-ка, давай попробуем. Я тебе помогу. Вот, видишь, сверху бумажечка, я ее пока не снимаю. Сейчас надо камеру сюда поставить. Вот, вот такие вот квадратики надо просто вот так вот сюда налепить. Вот, сверху этих беленьких. А потом уже, потом уже вот так вот взять, аккуратненько, и снять бумажечку. И сверху мы будем уже наклеивать стразики. Вот, ну, давай какой тут все делаем. Ну, давай сначала пока вот на вот эти беленькие, вот на этот угол пока беленький, пока наклеим вот эти квадратики, стразики пока не надо. А вы знаете что? У нас вместо белого серебря. Ну, неважно. И вместо желтого золотой. Ну, все равно же желтый. Ну, желтый, но золотой. Ну, все, смотри, на, давай, пробуй. Вот так вот бери. Вот так вот, вот так вот, раз. И вот каждый квадратик на каждую штучку наклеим. Капливай. Так вот. Ну, я тебе помогу, чтобы это было побыстрее у нас. Так вот. Да. Да, пусть как наклеилось, так наклеилось. Вот так вот можно вместе таким сообща с внучкой, с дочкой сесть и заниматься вот таким вот творчеством. Мы сейчас вот эти вот липучки наклеили на все белые, которые здесь есть, белые. Сейчас нам нужно сверху поснимать вот эту липкую бумажечку. Это не липкая бумажечка. Ну. Чистая бумажечка, а внизу, под низом липкая. А потом, когда снимаем бумажечку, уже липкая станет. Совершенно верно. Ты права. Я не так выразила. Сейчас мы это все поснимаем. И начнем наклеивать беленькие вот эти серебристые стразики. Вообще, если есть щипчики, мне кажется, даже щипчиками это было бы сделать легче. Ну, у меня щипчики только одни, да, для бровей. Я не хочу их, честно говоря, сюда использовать, чтобы не испортить их. Поэтому мы так это сделаем вручную. А ты за картину не болеешь, не думаешь, что она разобьется, там еще что-то. А вот за щипчики я боюсь. За картину я не боюсь, потому что мне ее не жалко. А щипчики, они у меня уже много лет, и я их берегу. Потому что там они должны быть прям четенько-четенько в бровку цеплять и выдергивать. Поэтому я ими ничего не делаю, кроме прямого их назначения. Вот еще штучка. Так, давай, открывай стразики. Да сейчас, ну ты все еще тут. Ну, тогда я открою стразики. Так, а тут надо ножнички, наверное, принести. Или я их тоже? Ладно, открою. Ладно, открой, так. Без ножничек. А их нужно вот так даже открыть. Я так и открывала. Все, все легко открывается без ножничек. Так. Смотри, вот эта вот такая стразинка, она вот как тарелочка. И вот она такими штучками вверх вот так идет, чашечкой. А вот эта с этой стороны плоская сторона. И вот этой плоской стороной нужно прилепить сюда. Поняла? Так. Чтобы как тарелочка она была. Все, начинаем наклеивать стразики. Попозже к вам вернемся. Вообще классно все это делать в четыре руки. Да, Настя? Ну, вдвоем. Оно как-то быстрее получается. Раз. И все. Все, серебристые наклеили все. Сейчас покажу. Сейчас, подожди, поправим чуть-чуть тут немножко. Да. Все. Вот, смотрите, вот как она сделала. Чуть-чуть вот так вот поверни, чтобы лампа не отцвечила. Все. Вот так. Ну, что, давай продолжим. Да, давай дальше. Дальше вот это вот. Симпатично получается. Ну, сверху вниз. Слева направо. Давай тогда вот зелененький. Давай зелененький. Сначала наклеим мы вот эти вот лихучки давай. Мы можем, кстати... А, нет, нет. Мы не можем сейчас сразу везде липучки, потому что мы под ними не будем видеть, какого цвета. Поэтому мы сначала давай сделаем все зеленые. Вот, вот и вот, вот. А потом, да? Давай, ты с того боку делай. А я вот отсюда начну. Хотим, уже нам не терпится, да, посмотреть, какая же в итоге будет картинка красивая. А я думала, что это будет скучно, но это как бы... Ну, это интересно. Занятие такое увлекательное. Мне нравится, какими занятиями заниматься. Ой, ты знаешь, если дело мне кажется... Нет? Нет, нет. У нас же они, видишь, сверху с бумажечками. Слушай, надо тебе вот так вот, смотри, делать. Ну, что я не задумалась раньше. Поделим поровну. Мне больше, тебе поменьше. Но я же быстрее делаю. Надо, давай. А если бы ты себе больше шоколадок забрала, а мне меньше, я бы не согласилась. Ну, это ж не шоколадки. Шоколадок бы я больше не забрала. Зачем мне больше шоколадок? Мне меньше надо есть уже шоколадок. Я и так попутевшая совсем. Ты на диете, что ли? Нет. У меня нет диеты, я худенькая. А у кого диета? У папы диеты, у мамы. А, у взрослой диеты? У взрослой диеты, да. А то что-то я так слышала. Мы на диете, а кто, я правда не переспросила. Я думала, вы всей семьей на диете. Думаю, может быть, тебе по спорту там сказали. Чтоб ты диету соблюдала. Я же такая худяшка. Так. Ну, почти... Да, сейчас одну. Вот еще одна. Давай, приклеивай. И снимаем вот эти вот штучки. Мне больше нравятся вот эти штучки снимать. Ну, снимаем. Девочки, представляете, нам вот этого скотча двухстороннего не хватило. Не хватило совсем чуть-чуть на три стразика. Это хорошо, что у меня вот есть такой скотч двухсторонний тоже. Я его сейчас делаем. Делаем три штучки. Ой, липкий такой. Так. Держи, Настя. Убери бумажечку с парчиком. Держи, то он просто ко мне сейчас прилипнет. Прилепляем той стороной, которая липкая. Вон, красненький. Лепила? Потом снять. Снять надо вот эту сверху. Не знаю, насколько эта беленькая будет держаться, но вроде как должна. У меня тут бумажка. Все. Все. А теперь осталось только... Нам осталось только красненький налепить, и все, мы зелененький, желтенький налепили еще. Сейчас вот эти бумажки... Но потом его доделаем быстренько и покажем. Да, сейчас доделаем, покажем. Вот такая красота у нас получилась. Вот как здорово. Такие стразики. Красивая картиночка получилась, да, Настя? Да. Классно. Классно. Так вот можно посмотреть. Пока. Ты ездишь редко, допустим, неизвестно, когда в следующий раз к бабушке поедешь, а сегодня ты собираешься к бабушке ехать. Вот. А маме до 8 марта еще далеко. К 8 марта к маме обязательно сделаем какой-нибудь подарочек, да? Сделаем какое-то рукоделие, в общем, с вами. Так, ну все, время у нас вот так вот незаметно прошло, и нам пора сейчас обедать, и скоро будем собираться на тренировочку. Да? Красота? Красотуля? Все. Девочки, мы сели покушать с Настюшкой макароны, котлетка белорусская, которую я сегодня пожарила. Я еще не пробовала. Настя попробовала. Понравилась котлета? Да. Ну, по крайней мере, пока я жарила, она пахла вкусно. Готовьте такую котлету. И сейчас пахнет. Ммм. А что, классные котлеты? Я их пожарила все. Ну, я еще куплю. Ну, раз ребенку понравилось, значит, точно хорошая, да? Так что давайте. Кому понравилось, кому вообще понравилось, как она выглядит, тот готовьте, пробуйте, и она будет прям вкусная. Прям вот. Да, дело не в том, как она выглядит. Они-то выглядят похожи все, но они на вкус разные бывают. Но вот эти вот написаны, белорусские котлеты, сочные. Я купила мясо, там действительно... Как раз они и сочные. Там свинина, говядина. Ну, состав хороший. Короче говоря, нам понравилось. Все, теперь мы кушаем, и потом будем уже одеваться и топать на тренировочку. Да. Все, девочки, мы вышли, топаем на тренировочку. Ну, что, погода неплохая вроде бы, несмотря на то, что пасмурно, это единственное, что только не хватает солнышка. А вообще так, тепло, да, на стюлях? Ну, не то, чтобы тепло, но как бы теплее. Ну, вот пока вот здесь мы идем за домом, здесь не дует ничего, нормально. А вот если мы выйдем там, где будет дуть, уже будет нехорошо. Вот. Ну, вообще нормально. Такой воздух чувствуется приближение весны. Я прям чувствую. Я очень это чувствую. Ну, все, двинули мы. Что будет дальше? Будем смотреть дальше. Пока вообще, не знаю, Настю отвожу, заберет либо сын, либо я. Что там еще потом? Какие движения? Не совсем мне ясны. Ну, в общем, по обстоятельствам, я так думаю. Ой. Хоть бы прояснилось бы небо, солнышко бы вылезло. Но сегодня еще дождик должен быть, обещали. Все, девочки, Настю я оставила на тренировке. Еду сейчас домой, заскочу в магазин, куплю кое-что из продуктов и домой. Так, решила я в пятерочку зайти, купить что-нибудь, перекусить. А то у меня что-то сегодня в гости как-то внезапно и я не была готова. Сейчас посмотрим, может, фрукты или что-нибудь. Какой-то перекусить. Надо вкусненькие вот яблочки. Хочу такие красненькие взять. яблоко сезонное 69,99. Люблю вот такие яблочки. Прямо такие классные. Все, девочки, набрала пакеты. Иду домой. Сейчас покажу вам, что я там набрала. А погодка на самом деле, честно говоря, клевая. Прямо так хочется снять шапку. Ветра нету, затишье сейчас. Ну, или вот, может быть, местами затишье, местами подует, бывает ветер. Вот если бы ветра не было точно, смело можно без шапки идти. Ну, утром было плюс 5, сейчас может быть даже 6, плюс 7. В общем, классно. Классно на улице, здорово. Ну, вот я пришла домой. В общем, пополнила я свой заказ вкусняшками. Не заказ, а свой холодильник. Потому что Настя пришла, а у меня, как назло, все либо последнее, либо ничего нету. В общем, взяла я для Насти и себе тоже взяла попробовать. Вот эта сочная малина и маракуйя. Но, вот она вроде как детская. Но мне очень интересно попробовать. Так что, одну Насте, одну мне. Настя вот такой сок любит. Груша осветленная. Я тоже его люблю. Взяла два вот таких вот киндер пингвит. Это я тоже люблю и Настю угощу. Сметана 15% огурчики заканчиваются у меня по-берлински. Дядя Ваня, прямо они такие вкусные, хрустящие. Вот это вот я увидела в Верховье первый раз. Био-йогурт. В общем, попробую клубника и земляника, а здесь вишня и черешня. Попробую. Вроде она такая жиденькая, не густая. Вот вечерком бывает раз йогурт попить и все. Яблоко сезонно вам показала. Вот. Сегодня вот пришлось мне помыть чайник. Обычно, когда мне уже приходится чайник мыть от накипи, это говорит о том, что значит у меня уже фильтр, картридж вот этот вот уже, ну как бы, использовался. Потому что я в чайник наливаю воду, отфильтрованную, через фильтр. В общем, взяла, пусть он уже будет дома. А еще я зашла в ларек, взяла на салатик зеленый лук, огурчики, помидорчики и вот такой брусочек сала. Захотелось мне сало. Пока мне нечего делать, я решила включить опять вот этих малышариков посмотреть. Такие они маленькие, такие лапочки. Я смотрю, мало-мало меньше. Их трое. Это вот эти маленькие обезьянки монкие. И вот этот, который на руках вообще еще малюсенький-малюсенький, такой неуклюженький совсем еще. Такие они забавные, миленькие. А кому нравится, тоже смотреть вот этих обезьянок? Кто-нибудь смотрит или нет? Вообще классный контент. Все, Настюшка с тренировки пришла. Я ей положила соус, немножечко мяса, мясо мягкое. Вот так, что Настюша у нас кушает. А потом я тебе дам йогурт и еще кое-что. Если ты поешь все съешь, я тебе тогда дам кое-что вкусненькое. Шантаж. Все, Настюша скушала весь соус. Какая молодец, внучечка. А знаете почему? 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 Потому что, когда бабушка только показала пингер и начала его открывать и есть, и сразу. Вот такая вот замануха. Ну все, кушай. о, девочки, на улице такой дождь лупанул вообще. И, кстати, дождь будет идти, видите, на стеклах. Дождь будет идти до самой ночи, до 12 ночи. Короче говоря, нам сейчас с Настей нужно выдвигаться. Ну вот и все, девочки мои хорошие. Мы хотим с вами попрощаться, потому что вообще-то сейчас Настю должна была отвезти на занятия. Но у нас сегодня целый день планы меняются. То так, то так, то так. Но там родители решают, как им лучше все распланировать. И на улице пошел дождь. И, в общем, сейчас за Настей заедут и ее заберут и отвезут уже туда, там, куда надо на занятия. Потом они вечером собираются к бабушке Любы ехать. В общем, короче говоря, вот так мы сегодня с Настей провели прекрасный день и позанимались творчеством, и покушали. В общем, все у нас было хорошо. Ну и Настя хочет с вами попрощаться. Всем пока-пока, я пойду в школу. Все, мы уже быстренько одеваемся и быстренько выходим. Я с вами тоже прощаюсь, пишите комментарии, ставьте лайки, мы будем очень рады. Настя будет очень рада лайком, комментарием. И тоже я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Буду рада, если не получу двойку. На занятия, учиться идет, ученица, хотя еще пока она не в школе. Все, пока-пока. Ну почти в школе. Пока-пока, все, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok